Друзья, вы спрашивали меня, гуляют ли корейцы на Хэллоуин. Да, вот они гуляют, вокруг все украшено, так же, как на Мэри Крисмас. Да, вот такие шарики. Видите, какая красота на улицах. Какие-то прогулочные улицы, такие вот пешеходные в Корее, они все украшены. Это мы сейчас в пригороде находимся, в Сеуле там вообще восторг. Ну, здесь просто так, по минимуму, но все равно очень приятно, очень уютно. Видите, вот такие, улочка с кафешками. Опять гуси. Да, гуси это тренд сезона. Тешмак. Да, детей нету, жалко, знаю. Уже все, зашли. Дети разошлись. Видите, какая она большая, оранжевая улица. Очень прикольно. О, она вон куда. О, йо-йо-йо-йо-йо-йо. И там, она и в ту сторону. Это Алена. Алена тренер по художественной гимнастике. Мы с ней познакомились и подружились, когда София занималась художественной гимнастикой. Очень давно. Очень давно, да, мы с ней дружим. Она приезжает в Корею часто. Чаще, чем... Да, чаще, чем моя мама даже. Да, точно. Вот. И мы постоянно встречаемся и гуляем. Вот. Смотрите. Очень приятная улица. Я здесь не была ни разу. Хотя от нас это недалеко. Посмотрите, куда она вообще. Да, прям во все стороны красота. Целый район. Классно. Ну, пешеходная, не пешеходная. А машинам в Корее везде въезд разрешен. Вон, видите, какая красота. Слушай, даже неожиданно для меня такая улочка. Я же тебе говорю, я въезжу вообще в такой тусне живу. В такой тусне живу? Вон, не повезло. Сама не ожидала, да, что в этот раз. Фантастика. Очень здорово. Все семьями. Детки красивые, нарядные все. Собаки нарядные. Собака перевязанная в костюме. Вот такая туса. Я смотри, мне дети нравятся. Такие они все нарядные. Люди кушают. Уличные кафе. Несмотря на погоду. Но хотя сейчас не сильно холодно здесь, на принципе. Нормально. Открытые кафе уличные. Люди сидят. И вот такой вот прям... О, слушай. Какая красавица. Такая лапочка. Смотрите, все-все кафешечки украшены. И везде стоят такие фотозоны. Везде можно сесть, сфотографироваться. Так круто. Смотрите, как уютно. Чем не паришь? Да? Чем не паришь? Ни-и-и-и. А, вот он, вот он, да. Я уж переоделась. Ты уже с ним своткалась, да? Да нет. Давай с меня. Да ладно, он ушел уже. Да, мне есть. Ой, на саксофоне кто-то играет. Ой, тут живая музыка. Смотрите, что творится, что творится. Просто кофейня. Да, просто кафе. С живой музыкой. Очень крутой райончик. Буквально несколько километров от меня, я не знала. Нет, мы раньше здесь были, но не было так здесь все оформлено. Вообще, Корея меняется непонятно по часам. Вчера ты был в этом районе, он выглядел совсем иначе. И сегодня ты приехал, он уже вообще другой. Куда пойдем? Здесь вообще писк. Писк? Алена говорит, что здесь писк. Тут что-то выигрывают, какие-то детские конкурсы, как обычно. Люди, машины ходят все вместе? А-а-а. О-е-е. Привет. Что, вату? Да. Такая мы пока до дома, сегодня я попаду, она уже вся. Конечно. Растает. Давай, вот это вообще. О-о-о-о. Это фотозона такая. Ага. Прикол. Бабаёшка там наша, русская, с одним зубом, да? Давай, я тебя сфоткаю, только на свой телефон. О, здесь много фотозон. Здесь есть картины. Посмотрите, какая красота, какие детали. Картины, смотри. Там, да, там тоже классно. Тут везде классно, там вон еще фотозоны. Тут еще шары делают. А, шары делают. Это уже другой пацан? Вот интересный одет был. А, ну здесь к нему очередь, видишь, из детишек шары делать. Там он тоже делал. Что там интересного? Там, там, смотри, черепок, черепок. Черепок, черепок? Да, черепок, да. Ой, паучок здесь на лавочке. Собачка всегда, да, маленьких собачек корейцы всегда на стол ставят, в кафешках. Да, классно, красиво. Садись сюда, это сладко. Ой, господи, какая милота. А здесь, смотрите, дети жарят машамело. Класс. Это так мило, господи, я не могу. О, здесь везде красота. В следующий раз надо с девчонками прийти на эту улицу. Им понравится. Очень много ресторанчиков, много еды. Всяко-разно, мы сейчас тоже пойдем куда-нибудь поедим. Что поедим? Это шашлыки из баранины, не хочешь? Самим жарить тогда, да? Ну да, наверное, как обычно. Ну как, шашлычки, они жарятся, вертятся, ага. На столе. О, чья-то башка. Прикольно. О, одни башки весь... О, это сильно, друзья, это сильно. Паук? Где? А, вот этот. А, это парикмахерская, да? А я-то думаю, что они все такие причесанные головы-то. А это парикмахерская, друзья. Ничего тогда оформленная парикмахерская. Хочешь-хочешь, чтобы тебя так подстригли вместе с головой? Здесь тоже шашлычки. Всякие. Но здесь японские скорее. Отходи. мусорок так скромненько свален в кучку под деревцем мусорок в корее нету а да не оттуда да мы там не были пойдем туда пройдемся вот эти что а цветы а мне нравятся фонарики они желтые оранжевые придают такой уют улице а сюда мне нельзя сюда мне нельзя а вот кстати ценен козы здесь тоже шашлычки из баранины смотри при при тебе прямо так жарит хочешь и мне кажется это в таком до японском стиль да но все примерно одинаково стоит то господи здесь нет такого чтобы какое-то место было супер элитная супер дорогой здесь везде цены одинаковые да 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 скорее эти венки ставят да наоборот когда открывается какое-то заведение такие поздравительные на крисмасс наверно здесь тоже будет все вот так украшено там же вон фэшн клумбы украсили ну это живые растения кустики цветочки все живое зимний вид растений такой холодоустойчивых елочки эти уже к крисмасу готовятся смотри даже одежда оранжевая продается вот здесь милота просто зашкаливает от мимимишности просто сводит скулы тут вообще такие детали здесь можно каждый ресторанчик разглядывать по полчаса скажи же ну конечно кто на что гораст все в одном стиле но тем не менее вот мы зашли в первый попавшийся бар и нам подали пупки это куриные пупки или желудки куриные даже не знаю уж такой излюбленная корейская закуска пожаренная с чесноком все это макается в кунжутное масло и и естся давай залетай еще смотрите какие классные нам бокалы принесли под пиво за хэллоуин мы сидим на втором этаже такие виды у нас тут открываются нью-йорк как-то давай снимай пробу сильно нельзя макать чуть-чуть это масло остренько а жесткая до пупки алена любит корейскую кухню да очень обожает так еще и ключи сна и стир чистоту и сервис да прошел дождь сегодня целый день практически был ливень и все идеально чисто машины сверкают дороги сверкают что-то невероятное так так здесь оживленно в основном одна молодежь и мы такие тут престарелые пришли так ну ладно тебе еще и куры надо захотим ахахахаха захотим я не знаю потому что нет я не успела говорить я хочу еще сказать что в Корее больше всего платят больше чем в Европе даже да да я знаю не только тренера а вообще айтишникам айтишники вот эти всякие приезжают кто сюда инженеры какие-нибудь физики там я одержили да они просто здесь платят больше чем в Европе чем в на счет Америки не знаю в Америке наверное в Америке в Америке в Америке много но ты работаешь с корейцами как тебе отношения есть ли какая-то там дискриминация какие-то неудорства может это плохо относятся Заставляют тебя соблюдать какие-то там правила корейские? Нет ничего такого? Не, но если бы я приехала в эту страну, то я бы уже усыплю себя. Соответственно, хочу писать. Если они мне клонят в магазине... Ну, у нас в магазине, вы на ходе тех поклоняете. И к вам. И в ответы поклонишься? Конечно. Не, ну если это норма. Более, если это норма, то нам правильнее. Как бы это поражает сначала, а потом это норма. Я это приветствую. Это учат только хорошие, а не какой-то такой. Просто у многих такой стереотип существует, что... Ну, мне такое, например, часто говорят. Вот, ты домохозяйка, ты не работаешь, поэтому тебе все нравится. Только устройся на работу. И поймешь, что такое корейское общество, что там якобы дано. Иерархия, вот такая иерархическая иерархия. Это везде есть. Это нормально. Это везде такое есть. Что начальник всегда прав. А мне всегда было интересно, а где начальник не прав? Понятно, что начальник всегда прав. И у нас тоже самое. Нет, даже вообще-то и все. Мне, да? Когда это самое... Помнишь, я первый раз, когда приехал, и мы в суд вышли, и на улице встали так вот, и пошли в какую-то там капельку, что-то такое искать, там... А, вот это, большие эти ракушки, вот так большущие, цветовые приборы. Вот, оно как сломалось бы, так и было. Вот. И я всталась, я... Знаешь, я шалела, что столько света, aspect следое... Мама-и... Неона именно, да, ночного света. Мама-мия вообще. Ну да, это Азия. Мы просто забл periodic с вами. Ну ладно, все, пошли. Передвигаемся. Так, вот мы вышли на улицу, наша Сибуя здесь. Уже смотри, в зимних ходят в куртках, надо, кстати, Софье тоже уже купить. она просит вот точно такой же белый длинный пуховик и корейцы облачили свою самую любимую одежду в длинные пуховики вот эта мода она уже сколько лет я не знаю уже лет лет 5-7 вот прям пик-пик такой и никак это мода не проходит главное чтобы щиколотки были голыми ноги чтобы были голыми она пуховик по самые по самые пятки забавно да но мне нравится что у них есть вот такие тренды что прямо так знаешь всей страной хипари и вот эти на уж если выглядит стильно то всем вместе да это подкупает это подкупает пойдем ну да 24 часа в сутки светло причем дети вот ночью шарахаются до 11 они точно ход да до 12 они в 12 еще возвращаются из всяких своих там секций занятий но сегодня воскресенье а так то так меня что эвакуировали ехала вот это нет не его и курина за этого не было серьезно за две недели за две недели возвели магаз но это по-корейски ага а шарик 10 вонючих а чё так дорого ну классный слушай шарик ангелинка была она бы у меня выпросила точно прикольный да не приставай ольгу 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 не приставай мама такая же видите рыба везде продается прям не только на море обо всю днем они ветки ну да чтоб не жарко было она не любит солнечный свет о лучше бы мы сюда пошли что же мы сюда не пошли это кишка купчан самое любимое блюдо но ты не будешь она жирная и без овощей но вкусно и а ты пробовала хоть раз а а народ пьет усилен это точно они берут количеством именно именно людей людей кишку может пожарим пиво есть конечно не знаю бутылочная скорее всего ну ты нет ни разу не пробовала кишку же но это что если ты не пробовала кишку ты не была в корее ой ой заходи алена тащишься от детей от корейских да да они офигенные как тамаготики такие тамаготики не а а а а а а а а ничего страшного или что пересадь а а а куда бьешь а а села батарейка на камере сейчас я ее подзаряжу отдала на подзарядку так хозяюшка сколько а ты разбила в своей жизни пол яйца вылила вообще непонятно куда пол яйца только попала в кастрюльку алена кто учил тебя готовить сейчас алена будет пробовать настоящую корейскую кухню впервые в жизни она будет есть кишку мама миа варим варим каши варим да это наверно слегка остренькая будет с грибами с яичком здесь ты как острому ничего нормально на все готово на все готово пивка еще пивка принесут а пивка что они несут так долго где наше пивко вот тебе овощи наконец-то зеленка наконец-то зеленка все бесплатно только мясо на На вид пока не очень. Подожди, оно должно пожариться. Грибочки только мне нравится. Слышь, грибочки растут. На кишечке. Не, вот эти кишки нормальные. Вот эту я сама первый раз вижу. Я не знаю, что это за кишка, но мы заказали все кишки вместе. Поэтому нам принесли... Да, из коровы. Поэтому вот это я не знаю, что вот это такое. Но попробую с удовольствием, потому что все равно оно все вкусное, мне кажется. А вот эти постоянно мы заказываем, вот эти вот кишки, они вкусные. Это вот вообще на язык похоже. Все это свежее, да? Конечно. Жарят это вот на таком камне, а вот сюда стекает жир, так как это довольно жирное мясо. Вот это вот все жирок. Вот. И сюда стекает все ненужное, все лишнее. Вот такую сковородку обязательно дома надо иметь. Даже домой купи, жарить мясо на такое. Все, что в свинине, например, свинина, жир, он же вредный. Я таких не видел. Здрасте. А, ну именно вот такое, вот чтобы так выглядело, нет? А именно каменное, и чтобы стекало. В любом магазине всякие разные. Но она тяжелая, тащите ее, так как она из камня. Она очень тяжелая. Ну давай. За тебя, за Корею, чтобы ты сюда почаще приезжала. И чтобы вообще всегда приезжала. Да. Вот нам порезали кишочки все. Порезанные, они выглядят не так омерзительно, скажи же. Да. Жир, и сок, и стекло. Да. А мы все это едим, когда жарим на сковородке. У тебя же плохо. Жир организму нужен, просто не в таких количествах. Да, всегда вот когда стекает жир ручьем, да, и туда кладут какие-то овощи или кимчи, как правило, туда кладут, чтобы она вот на этом жиру поджаривалась. Получается такой вот эффект двойной. Не-не, еще подождем. Как накладывать? Не, накладывать не надо. Это по одной штучке берется и ест, а остальное жарится. Сейчас тебе покажу, как. И так красиво, и даже так уютненько. И я так вот это дома все расставлю и буду вспоминать. Друзья, что вы думаете, мы съели все кишки, которые у нас были, которые вы видели до этого, и мы заказали еще, потому что, скажи, почему? Потому что вкусно. Вот так вот, понятно вам? Необычайно. Вкусно, русские люди, первый раз, которые это едят, для них все равно это оказалось вкусно. С лучком просто перфект, перфект. Бесподобно, да. Очень нежное, в меру жирное мясо, которое еще такое, знаете, ну, жуется как типа, ну, как хрящик, как жвачка, как это сказать? Как хрящик. Как хрящик такое. Нежный, нежный, жирненький хрящик. Друзья, что может быть лучше нежного, жирного хрящика? Что ты еще повезешь? Скажи, что ты еще купила, чтобы отвезти в Россию не только в этот раз, а вообще что-то из Кореи такого? Ну, типа щипцы для, или ножницы? Нет, ножницы нет, щипцы нет. Еще что-то такое. Очень много контейнеров всяких. Там и вилочка есть. И специально это для соуса. Ты действительно привыкаешь. Помнишь, я так достаточула? Да, потому что я без острова не могу. Я прям умер. Это наркотик. Я так и думаю, ну, как так можно? А сейчас сама тебя понимаю прекрасно. Да, я дома, ну, помимо горчицы вот этой, ну, только, конечно, в зимнее больше время. Да, 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 конечно, в зимнее. У меня мама даже, она бывает намного реже тебя, но она уже не может. У нее прям начинается ломка по вот этому по-острому. Она говорит, Оля, отправь нам супчик какой-нибудь корейский остренький. И не могу, говорит, умираю. Мне кажется, тут много. Во-первых, очень много, 9 часов, когда идешь, если в этот имя, да, там столько всего. Там все уже распродается за полцены. Оля, причем все свежее. Все свежее, да, в конце дня, в марте и в других таких гидермаркетах практически за копейки распродается все то, что днем не купили. Да, и чтобы на следующий день все свежее как будет. Поэтому самые ушлые ходят в 11 вечера в магазин. Да, и тут как бы, ну, это, ну, а сколько вот эти подкровозки? Да, все, моя свекровь тут бы просто, вот, вообще, умерла бы. Либо под счастьем. Под счастьем? Да, вот это все. Полезного именно такого. Полезного. Очень много в Корее именно полезной еды. Еды, да. Да. Вредной тоже много, но полезной больше. Не, но тут у тебя правы выборов больше. У тебя выбор есть, да, ты можешь выбрать. У дома у нас нет, у нас такого выбора нет, если у тебя есть вот огород, ты можешь выбрать. Пока столько, как бы, там. Только там, да. помидоры огурцы и картошка кстати очень вкусный через здесь очень вот че корейцы же не едят крупные помидоры они едят только черри почему они дети потому что вместо семечек прямо эти черри плита много ли детей будут есть даже помидоры логично а дети их таскают они считаются здесь фруктами вообще мандора это прочитать и они как фрукты эти помидоры чашку целую водку на мою и пока телевизор смотрят они эту чашку помидоров срубают нам в детстве тоже бабушка резала мы ели со сметаной помидоры вот эти вот тоже но это же надо нарезать наш надо сметаной у меня такое воспоминание осталось на наши помидоры такие небесно вкусные такие они это в этот раз у мамы у них даже шикарные помидоры на даче но они не такие сладкие как черри они ароматные они вкусные они мясистые они шикарные такие огромные но черри они как бы они сочные они были сочные потому что и сладкие они сладкие как фрукты может знаешь что потому что у вас в теплицах в основном кажется может за это нет это сорт помидор просто такой потому что у нас в теплицах выращивают и крупные помидоры на крупные помидоры здесь не вкусный их почти нету да их никто не ездит что они у нас по сердце такие большие да здесь этого нет есть на базаре но никто как говорится спрос рождает предложение если был бы спрос было бы конечно но людям нравится именно удобно вот эти черри они же собирают детям всякие поездки вот эти садикам просто ездят им постоянно собирать этот дождь дождь и дождь контейнеры с едой положил ты туда этих набросал кучу вот эти прикинь то ли у тебя нарезано вот этот дурацкий помидор растечется весь то ли вот этот он у тебя будет целый день вот такой вот сохранить сохранить я приехала они там примене это срезали вот это все срезали вот это вот сейчас уже вот такие вот прикинь вот заметьте вот такие вот хорошо потому что солнце солнце полностью проветриваем но корее очень много солнца поэтому у них все это растет практически другую очень много солнца даже когда дождь я надеюсь все равно на небо я снимаю на видео и мне люди говорят и там фильтры надо применила как может быть небо такое голубое грана реально реально как всегда конфеточки детям русские конфеточки каждый раз спасибо давай скажи всем пока бай 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 будут они интервью теперь с тобой смотреть классно приезжайте если вы полюбите эту страну все спасибо тебе